Много у нас хороших и разных талантов. Вмены отдаленных гарнизонов живут полнокровной, кипучей жизнью. У них есть все необходимое для нормальной работы, жизни и отдыха. Разве можно представить себе воинское подразделение без футбола, ручного мяча или волейбола? А для мастера стендовой стрельбы, инженер-капитана Пименова, охота, лучший отдых. Летят! Первая. Лиха беда начала. Охота удачная. Куда только не забрасывает офицеров военная служба. И всегда со своими мужьями шагают рядом их жены, боевые подруги. Они делают все, чтобы мужьям служилось легче, чтобы в отдаленном гарнизоне жизнь была культурной и интересной. Боевая подруга – это значит быть готовой, как в Бресте, в 41-м, броситься рядом с мужем в стрелковую цепь и бить по врагу. Это значит быть способной, как солдат, перенести любые невзгоды и при этом не хныкать, не сломиться душой и сохранить заряд жизнеутверждающего оптимизма. Настоящее счастье не в том, где живешь, а в том, как живешь. Семьи подразделения, где командиром подполковник Кузьмин в летние воскресные дни сообща выезжает на рыбалку. Здесь все радует после напряженной рабочей недели. Зеркальная гладь озера, яркая зелень, здоровый степной воздух и, конечно, наваристая ароматная уха. А главное – хорошее и бодрое настроение. Этим воинам веселье не занимать. Концерт художественной самодеятельности возник стихийно. Здесь сцена, берег озера, декорация, заходящее солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот над степными просторами поплыла задушевная песня. Далеко за кормой, за седой пеленой, Затерялся в тумане огонь на ягод. Солдат начинается с думы об отечестве. Солдатское сердце – не камень. В каком-то уголке его гнездится тоска по родным краям, По русской березке, По сияющим на солнце снежным вершинам Кавказских гор, По тучным нивам плодородных украинских степей. Всем сердцем, всем существом он слит с матерью Родиной, И она открывается ему в величии и славе, В трудах и заботах. Единственное, могучее и неповторимое. И где бы ни нес свою почетную вахту воин, Он всегда ощущает материнскую заботу и ласку Родины. И становится ясно ему, солдату, Мера его личной ответственности за ее труды и заботу, За честь и безопасность социалистической отчизны. Любимецу солдат Светлану, В точку командира подразделения. Часто можно видеть в кругу воинов. Что ты здесь делаешь, Светлана? Полдатам служить помогаю. Ну и как служится? Слечь можно. КОНЕЦ